Дождевой поток Дождевой поток ворвался в его зернохранилище и уничтожил практически всё на своём пути, оставив амбар практически полностью пустым менее чем за полчаса. Вода стекала с холмов, она окружила склад и через эти ворота затекала по двери и потихоньку смыла семена. А нелёгкие их легко смыло. Катастрофа. Вот что осталось от 30 тонн. Только то, что у стены. Сколько здесь? Возможно, тонна, две. И над этим нам ещё предстоит потрудиться, потому что оно забилось в угол. Мужчина рассказал нам, что во время наводнения он был в сельском детском саду и помогал ремонтировать крышу. Вернувшись домой, он обнаружил, что амбар пуст. Ему ничего не оставалось делать, как беспомощно наблюдать за тем, как тонны семян уносят водой. Когда я приехал и начал парковаться перед амбаром, увидел, что по всей дороге разбросаны семечки. Я не понимал, откуда. Когда я открыл, представляете, здесь была гора семечек. Видите, здесь есть камеры видеонаблюдения. И когда я проверил, то увидел, как семечки уплывают со склада. Туда, по дороге смыло. Да, прямо туда. Когда фермер рассказывает о произошедшем, у него на глаза наворачиваются слёзы. Ведь потери, составившие в общей сложности почти 400 тысяч шлеев, лишь усиливают боль, которую он пережил во время летней засухи. В основном подсолнечник. У нас там ещё есть зёрна пшеницы, которые мы оставили и заготовили для посевной. Они не оказались на пути большой воды, только были немного подмочены. Горох тоже очень привередлив и капризен к влаге и сразу начинает прорастать. Это ужасно. Помимо семян подсолнечника, наводнение уничтожило пшеницу, ячмень и горох, которые предназначались для жителей села, у которых он арендовал землю. Теперь он не знает, что отдавать людям. Это предназначалось за аренду в счёт квоты. Люди уже позвонили мне и сказали, Виктор, если что, отдашь со следующего года. Потому что они относятся к нам с пониманием. Но в любом случае мы должны что-то им отдать. Очень надеемся, что с теми остатками, которые у нас ещё есть в поле, мы сможем выполнить свои обязательства. Фермер говорит, что уничтоженное зерно станет кормом для рыб в пруду. Пшеницу мы ещё не трогали. Постараемся её как-то обработать. Начнём с самой верхушки. Мы выберем, что найдём хорошее, потому что другого у нас и нет. А то, что испорчено, пойдёт на корм рыбе. Виктор готовится обратиться за помощью к местным и центральным властям, хотя и не особо надеется на положительный ответ. Наша единственная надежда, если они смогут как-то нам помочь. Я понимаю, что сейчас всем тяжело, но если бы они смогли как-то помочь нам, если они смогут компенсировать нам хотя бы какой-то процент от всего этого ущерба, чтобы мы могли отдать что-то людям. Нам ведь до сих пор не помогли засухой, хотя мы и от неё сильно пострадали. Некоторые говорят, что нужно было застраховаться. Но как можно застраховаться? Можно застраховаться от града, от дождя, когда урожай ещё в поле. Но когда он уже собран, отправлен в хранилище, когда ты думаешь, что это уже твоё, но оказывается, ещё не твоё. Фермер накопил долги в несколько миллионов леев. Он занял деньги у банков, чтобы вложить их в землю в надежде, что сможет работать дома, на родине. Его мечты и планы, выстраиваемые годами, были разрушены в одночасье. А надежда встать на ноги тает, тем более учитывая, что власти не делают для аграриев каких-либо чётких заявлений о том, что в беде их не бросят.